Здравствуйте, дорогие ученики! Я всех приветствую! Мы с вами продолжаем учиться читать по учебнику Starlight для третьего класса. Мы находимся во второй части учебника. Это страница 72 и раздел Phonics. Итак, у нас сегодня будет работа со звуками. Это звук U, A, A. И мы будем читать упражнения для чтения, как обычно. Начнём со слов со звуком U. Посмотрите, пожалуйста, нам выделены жирным шрифтом буквосочетания. Это буквы E, W, например, в слове new, а также слова few, do и W в этих словах читаются как звук U. U и beautiful. U, U, выделенный жирным шрифтом, мы читаем. U и beautiful. New – новый. U – ты или вы. Beautiful – красивый. A beautiful horse – красивая лошадь. What a beautiful horse. Какая красивая лошадь. What a beautiful horse you have, Simon. Какая красивая лошадь у тебя, Simon. Обратите внимание на слово horse. U, U – читаем как долгий звук O – horse. Переходим к звуку A. Буква A в закрытом слуге нам передаёт звук A. Прочитаем слова. Bag, back, dad, that, land, hand, track, carry, pam, can, has, cat. Обратите внимание на сочетание CK. CK звучит как K – back. Также сочетание TH – межзубный звук, язык между зубами. Произносим the – that. Bag – сумка. Back – спина. Dad – папа. That – тот или там. Land – земля или приземлица. Hand – рука. Track – путь. Carry – нести. Pam – имя девочки. Can – мочь – уметь. Has – иметь, владеть какой-то вещью. Cat – кот. Прочитаем короткий рассказ про Pam. This is Pam. Pam has something in her bag. Pam, come back, dad says. What are you carrying in your bag? Nothing, dad, Pam says. Then dad opens Pam's bag. What's that, Pam? Dad asks Pam. It's a cat, dad, Pam says. It's a cat, dad, Pam says. Can we keep it, dad, please? Oh, all right, says dad. And puts the cat down with his hand. This is Pam. This is Pam. Это Pam. Pam has something in her bag. У Pam есть что-то в сумке. Обратите внимание на сочетание TH. Межзубный глухой звук TH. Язык между зубами. Something. Что-то, что-нибудь, какая-то вещь. Pam, come back, Pam, вернись. Dad says, говорит папа. Посмотрите, если я уберу букву S, то мы будем говорить say. И звук A у нас. Но как только S появляется, мы будем читать says. Папа говорит. Dad says. What are you carrying in your bag? Что ты несёшь в своей сумке? Nothing, dad. Ничего, пап. Pam says, говорит Pam. Then dad opens Pam's bag. Затем папа открывает сумку Pam. What's that, Pam? Что это, Pam? Dad asks, спрашивает папа, Pam. It's a cat, dad. Это кот, папа. Pam says, говорит Pam. Can we keep it, dad? Please. Мы можем оставить его, папа. Пожалуйста. Can we keep it? Keep. Хранить. Держать. И также оставить в качестве домашнего животного. Can we keep it, dad? Please. Можем мы его оставить, пожалуйста. Oh, all right. Ладно, хорошо. All right. Says dad, говорит папа. And puts the cat down with his hand. И кладёт кота вниз своей рукой. Переходим к звуку A. Обратите внимание, что звуки, которые состоят из двух звуков или значков транскрипции, называются дифтонги. То есть здесь, по сути, два звука, а не один. A. Смотрим. Сочетания, которые нам передают звук A. Это A-I в слове train, а также A-I в слове wait, и A в слове great, буква A в открытом слоге. Прочитаем слова. Train, wait, great, late, safe, brave, Jake, say. Train, поезд, wait, ждать, great. Отличный, здоровский, классный, здорово. Late, поздний, опоздавший, поздно. Safe, безопасный. Brave, brave, храбрый, Jake, Jake, имя мальчика, say, сказать. Прочитаем короткий рассказ. This is Jake. Jake is waiting for the train. Jake likes to ride the train. Here comes the train. A crocodile is on the train. Is Jake safe? What do you say? Yes, Jake is safe. The crocodile likes to ride the train, too. Now, Jake and the crocodile are riding the train together. That's great. This is Jake. Это Jake. Jake is waiting for the train. Jake ждёт поезда. Wait for – ждать чего-то или кого-то. Jake сейчас ждёт поезда. Jake likes to ride the train. Jake любит ездить на поезде. Ему нравится. Jake likes to ride the train. Here comes the train. Вот подъезжает поезд. A crocodile is on the train. Крокодил едет на поезде. Крокодил находится в поезде. Когда мы говорим, что кто-то или что-то находится на борту, в каком-то транспорте, имеется в виду на борту самолёта, или в поезде общественный транспорт, то предлог будет on. И мы можем сказать on the bus, а переводить на русский язык будем в автобусе. On the train – в поезде. Когда кто-то куда-то едет. A crocodile is on the train. В поезде – крокодил. Is Jake safe? Jake в безопасности? What do you say? Что вы скажете? Yes, Jake is safe. Да, Jake в безопасности. The crocodile likes to ride the train, too. Крокодилу нравится кататься на поезде тоже. To. Now Jake and the crocodile are riding the train together. Теперь или сейчас Джейк и крокодил катаются, едут на поезде together, вместе. That's great. Это здорово. И у нас с вами есть упражнение 2. Переходим к упражнению 2. Что нам нужно здесь сделать? Write the words in two groups. Напишите слова в две группы. Одна группа – это слова со звуком «э», а другая группа – слова со звуком «э». Есть слова, которые вам использовать не нужно. Давайте сначала прочитаем все слова. Давайте сначала прочитаем все слова. Итак, все слова мы прочитали. Теперь ищем слова со звуком «э». Мы знаем, что нам звук «э» передает гласное «э» в закрытом слоге. Давайте посмотрим, есть ли у нас такие слова. Есть. Я их уже заранее выделила розовым цветом. Это «dead», «land», «hand». Значит, в одну группу мы запишем слова со звуком «э». «dead», «land», «hand». «Папа», «приземляться», и «hand», «рука». Теперь возьмем слова со звуком «эй». Мы помним из упражнения выше, что нам этот звук, тифтонг, да, у нас он состоит из двух звуков, передают сочетание «эй», «ай», а также «эй» и «эй» в слове «great». Я уже выделила слова голубым цветом. Нам подойдут «great», «train», «say», «wait». «great», «great», «классный», «здоровский», «хороший», «отличный», «train», «поезд», «say», «сказать», «говорить», «wait», «ждать». Вот остальные слова нам не понадобятся, так как в них нет ни звука «э», ни звука «эй». И мы с вами переходим к упражнению «три». Здесь песня, аудио можно найти на сайте просвещения, я ее просто прочитаю. The train is late, and I can't wait to see you once again. I'm coming back along the track on a horse without a name. The train is late, поезд опаздывает. And I can't wait, а я не могу ждать. To see you once again. To see you once again. Мы видим здесь «to». Это обозначает «чтобы». Я не могу ждать, чтобы увидеть тебя еще раз. Once again. Снова, еще раз. I'm coming back. Я возвращаюсь назад, еду назад, обратно. Along the track. По путям. И мы видим картинку. On a horse, на лошади. Without a name. Без имени. Посмотрите, какое сложное слово. Without. Без чего-то. Without. Состоит из двух слов. Without. Without. Without a name. Без имени. Вот. Все слова мы с вами на странице 72 во второй части прочитали. Учитесь с удовольствием. Читайте больше. И до следующих встреч. Субтитры сделал DimaTorzok